Всем привет! Сегодня очередной наш влог о семье, о семейных буднях. Мы шли мы сегодня все вместе, втроём погулять. Сегодня у нас не просто прогулка. Наш папа взял фотоаппарат и хочет... Сегодня мы будем фотографироваться. Вчера смотрел папку с фотографиями и увидел, что у нас давно не было фотографий. И даже выкладывать нечего. Поэтому я достал свой огромный фотоаппарат с этим огромным объективом. И мы будем делать красивые фотографии. Что там, ёлку нашёл? Это нет. Давай, смотри, Стёп, папа тебя сейчас сфотографирует вот здесь ёлочкой. Ну вот, мы сделали уже пару снимков. Сфотографировали Стёпчика. Давно не фотографировались. Папа уже соскучился по тому, чтобы фотографировать. Фотоаппараты всю зиму лежали практически на полке. Что зима была холодная. И долгая. И долгая. Устали от зимы. Вот, кстати, с прошлого ролика, где было лето близко или лето скоро, прошло уже недели две. И вы не поверите. Зима вновь вернулась в Томск. И, кстати, кажется, на следующей неделе опять будет холодно. Ну нет, там уже минусы не будет хотя бы. Да. Если будет холодно, мы обязательно выложим, насколько опять стало холодно. А то вам покажется, что у нас тепло, тепло, тепло. На самом деле, это было две недели холодно. Да. И мы все заболели, сидели дома. В общем, это был какой-то кошмар. Да. Подошли мы к вот такому интересному месту. Здесь, правда, ветер сейчас будет. Сад камней. Здесь вот в виде цветочков выложены камушки. Ну и я так понимаю, что это всё здесь что-то значит. Ну, кто знает. Потому что дяденька тогда, когда всё здесь выкладывал, он прям очень долго трудился. Выкладывал, всё измерял. Видимо, части света здесь как-то должны быть указаны. Вот эта штучка. Царь-цветок называется. И Сёпе здесь очень нравится гулять. Находится этот сад камней недалеко от администрации города Томска. Ну, это вот тоже на набережной администрация Томска. И дальше там в тех ёлочках тоже есть камни. Сейчас тоже покажу. А, смотри, как красиво. Да, здесь тоже видят цветочков, камушки. Это уже с другой стороны мы подошли. И красиво наложили здесь. Ой, здорово как. Шишки. Вот ещё один цветочек сверху. С этой стороны цветочек каменный. Ну, ты лови туда тоже шишечки. Ой. Вот лепесточки. Вот этот вообще красивый цветок. Вылазан лепесточки, цветочек. Ну, ты зачем его пинаешь-то? Встал на него. Да, ну вот сюда ещё пришли дальше немножко. Здесь, конечно, летом красивее. Всё в травке. Сейчас вообще после зимы. Всё. Не люблю вот такой период весны, когда только всё растаяло, и всё жёлтое ещё почти, как осень. Непонятно, то ли весна, то ли осень. Вот. Вот, смотри, уже привычные цветочки. Вот эти вот. Где-то колючки какие-то тут. Да колючки. Да-да. Ай, ну ты чего топчешь меня? Вон, уже коней вытащили, чтобы катать людей. Город потихоньку просыпается от спячки. Да? Давайте я вас тут сфотографирую. Где ты? Ну, сфотографируем. Сфотографируем. Смотри, хотите, елочка? Вот ещё один цветочек. Нашли. Что там у тебя? Ну всё, вроде бы все каменные цветки показали. Да? Да. Всё. Всё показали. Мам, ну вот это вот сорняк. Сорняк? Да, внизу травки. Понятно. А река ещё так и не пошла. Ну, обещают, что ледоход уже через несколько дней будет в Томске. Голова ледохода уже почти дошла до Томска. Сегодня у нас 23 апреля. А в прошлом году ледоход уже 12 апреля полным ходом по Томску шёл. В этом году холодно. Всё, поехал. На заборах вот этих были замочки. Сколько они тут были, я даже не знаю. Когда мы приехали в Томску, они висели. А этой зимой их убрали. Скажи, сколько людей вышло. Вон набережная. Сколько людей вышло погулять сегодня. Одно и воскресенье. Ещё и первый тёплый день. Да, и все по всей гулять. Стёпа потерял. Стёпа хочет, видимо, он думал, что уже фонтанчики работают, пошёл. А фонтанчики-то ещё сейчас только будут приводить в порядок. Ещё вон снег даже лежит везде. А, ну вот фонтан уже разобрали. Наверное, сейчас будут там его проверять и готовить к 1 мая. Ну или к 9 мая, не знаю, как там планируют. Тут тоже только разобрали фонтан. Да, ты думал, тут водичка уже? Нет, видишь, ещё пока не приготовили фонтанчик. Пока только убрали всё. После зимы, да? Так, наша мама пошла делать ролики. А мы со Степаном поехали кататься на самокате. Потихонечку вечереет. Находимся мы в парке с совой, как его называет Стёпчик. А вон и Степан. Если мне память не изменяет, то облагородили этот парк где-то года два назад. Сделали вот такой деревянный настил между немощенной плиткой и дорожками. И вот ребятишки, да не только ребятишки, взрослые, чтобы скоротать путь, по ним передвигаются. Парк этот является одним из самых уютных. Здесь всегда очень тихо. Несмотря на то, что здесь всегда очень большое количество народа. Так. И чем это вы занимаетесь? Блогерством. Не понял. Каким блогерством? Мать-тик-токер. Мать-тик-токер. Мать-блогер в дом. Мать-блогер и горе в семье. Степчик, что, устал? Нет, он ждет просто, вроде сказал. Меня ждешь? Мама. Ну так мама долго будет. Поехали покатаемся. Пока еще мама тут сидит. Поехали. Так, Степан нашел себе новый самокат. Для взрослых, да? Да. Сейчас поедет. Да. Куда едем? Никуда. В Рубцовск? Да. Или в Новосибирск? В Рубцовск. Хорошо. Мясо будем коптить? Да. Хорошо. Что-то мы сегодня заметили, что, несмотря на то, что теплеет, руки все равно мерзнуты, все равно прохладно. Но мы настолько изголодались по прогулкам, что решили все-таки пешком пройтись по главной улице Ленина. И Степка этому тоже рад. Он гонит на своем голобеге. Народу, кстати, гуляет тьма. Все поизголодались по прогулкам. Гуляют, 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 гуляют. Все, остановился. Устал? Нет, там уже очень высоко подняли. Еще и ехать надо. Еще и ехать надо. Надо ехать. Я не хочу. Ехать надо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон